Всем добрый вечер, коллеги, рад приветствовать вас на нашем очередном вебинаре, который посвящен очень важной теме, очень интересной теме, а именно перспективам инвестиций в акции в конце 2019, ну и в начале 2020 года. У всех на умах, на устах это предпосылки появления кризиса, об этом мы, конечно, сегодня и также поговорим, ну а перед началом хотел сказать несколько слов и представить нашего сегодняшнего спикера, да, Флада Рассуа, об этом скажу чуть позже. Как всегда, в самом начале это предупреждение о рисках, всегда важно помнить о том, что торговля на финансовых рынках связана с рисками и не стоит переходить к работе на реальном счету, пока вы с этими рисками не ознакомились. То есть вся эта информация, которая дается вам на вебинаре, на этом вебинаре или на всех других вебинарах компании Admiral Markets, дается только в целях вашего обучения и ознакомления. Ну и также информация не должна восприниматься как прямая рекомендация к действию. Несколько слов скажу о компании Admiral Markets. Нам в этом году уже 18 лет, особенно эта информация будет полезна для тех трейдеров, кто еще с нами пока не торгует, но пока вот по списку участников посмотрел, большинство людей уже с нами работает. Ну и те, кто будет смотреть нас в записи, также смогут получить необходимую информацию по нашей компании. Мы предоставляем услуги под различными юрисдикциями. Это британский регулятор, регулятор Австралии, эстонский регулятор. То есть здесь мы работаем так, чтобы вы смогли выбрать для себя комфортную регуляцию, ну и торговать под тем условиями, которые для вас удобны. Также важным элементом сотрудничества с Admiral Markets является удобная платформа MetaTrader 5, которая сейчас уже становится основной. Ну фактически четвертый MetaTrader несколько отходит и постепенно трейдеры переходят уже на пятый MetaTrader и в ближайшее время эта платформа будет фактически единственной, потому что она в себя включает весь тот функционал, который необходим для трейдера. Это и маржинальная торговля, и торговля, например, акциями без кредитного плеча. Также с точки зрения удобства работы с компанией, вы можете пополнять и выводить счет без каких-либо комиссий. Это доступно, но более подробную информацию вы сможете найти на нашем сайте. Также мы стараемся поддерживать наши торговые условия на минимально возможных комиссиях и издержках. Например, спред по евро-доллару в Admiral Markets начинается от 0,6 пунктов, при этом нет комиссий. Есть, конечно, еще отдельный тип счета, где спред может быть от нуля, но там есть комиссия, но мы показываем именно те издержки, которые максимально появляются у трейдера. Ну и, например, индекс DAX, пожалуй, одни из самых лучших условий на индексы, на фондовые индексы, это 0,8 пункта. В Admiral Markets вы можете торговать на текущий момент уже более 8000 инструментов. Сюда включены и акции, и валюты, и акции, как живые акции, так и CFD-контракты на акции, плюс различные металлы, сырье. То есть вот практически весь набор ликвидных активов вы на текущий момент можете торговать с нашей компанией. Ну и в прошлом году был запущен счет Admiral Invest, который позволяет вам формировать для себя инвестиционный портфель, который будет очень интересен как раз в рамках данного вебинара, потому что сейчас мы будем говорить больше об инвестиционном подходе на ближайшее время. И счет Admiral Invest дает возможность торговать как раз без использования кредитного плеча, то есть просто покупать акцию, держать столько времени, сколько это необходимо, потому что там нет свопов, в отличие от обычных счетов. Ну и он уже направлен именно на инвестиционные цели. Также у каждого клиента Admiral Markets есть поддержка персонального менеджера, к которому вы всегда можете обратиться, и он вам поможет как с настройкой платформы, так и с выбором оптимального счета и будет вас сопровождать на всем пути работы с компанией. Также мы считаем очень важным этот элемент обучения. Мы хотим, чтобы наши трейдеры получали для себя дополнительную информацию и развивались в направлении трейдинга и инвестиций. Поэтому мы проводим для вас различные обучающие курсы, различные обучающие материалы, которые позволяют увеличивать как раз знания в данной сфере. Например, у нас также идет серия с вебинаров с доктором Элдером, которые идут в открытом формате, идут в закрытом формате, на которых вы также можете зарегистрироваться. Следующий вебинар будет, кстати, в октябре, и ссылку я чуть позже также добавлю в наш чат. Ну а для тех, кто будет смотреть нас в записи, она будет доступна под описанием к видео. Также мы проводим онлайн-трансляции. В ближайшее время также Фуат возобновит трансляции, которые мы делали в прошлом году. Поэтому мы будем расширять информацию именно, чтобы вы смогли получать информацию в живом формате. И только актуальную информацию именно по рынкам здесь и сейчас. Сейчас мы освещаем как валютный рынок, фондовый рынок. И будем продолжать это делать дальше для вас. Поэтому также ссылка будет добавлена сейчас в чат. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить как раз интересное видео, полезное видео, которое мы для вас публикуем. Ну и также мы запускаем новый формат обучающих вебинаров, которые будут доступны для наших клиентов. Ну и вот как раз с Фуадом мы анонсируем серию вебинаров, которая будет проходить в конце октября. Об этом я расскажу также чуть позже. Ну и хотелось бы представить Фуада. Фуад Расулов. Трейдер, инвестор, управляющий с колоссальным опытом. Здесь на доставку я взял картинку, которая была предыдущая. Очень она мне понравилась. Сейчас формат, ну точнее место положения несколько изменилось. Но это является фактически важным плюсом трейдера. То, что торговать можно откуда угодно. Везде можно настроить свой рабочий стол. Раньше это был Таллинн, сейчас это Испания. Ну и дальше уже, я думаю, что Фуад чуть подробнее расскажет о себе. И, собственно, мы сможем переходить к вебинару. Поэтому, Фуад, бери микрофон и мы готовы начинать. Да, добрый вечер всем. Всех приветствую. Я Фуад Расулов, трейдер, как Роман уже меня представил. Сегодняшний наш вебинар, он будет недолгим. Ну, минут 40 я займу времени у вас. Мы поговорим о перспективах рынков. Что может произойти на рынках в ближайшее время. Эту тему педалирует уже не первый месяц, может даже год. В ожидании кризиса мы очень давно. И на то есть ряд причин. Тренд длится очень долго. И я покажу вам несколько картинок, несколько интересных графиков, которые намекают о том, что в мировой экономике не все гладко. Ну и покажу вам, что вообще происходило с кризисами в ближайшие, в последние 100 лет. Как они начинались. Ну, не то чтобы начинались, сколько они длились. На какой процент просадки был на рынках. И предложу вам, собственно, схему, что делать. Как можно использовать ближайший возможный обвал, коррекцию, как угодно называйте. Наверняка это произойдет рано или поздно, потому что мы растем с 6 марта 2009 года. Ровно, сейчас уже 19-й, 10 с половиной лет рынки растут без особой коррекции. Поэтому коррекция, наверняка, не за горами. Будет это глубокая коррекция, как обычно, или более короткая. Вот давайте об этом поговорим. Я переключусь, уже вижу в чате вопросы. Или нет, это не вопросы, это просто плюсы. Я переключусь на презентацию. Давайте, в этой системе мы впервые, поэтому было бы хорошо, если бы вы подсказывали, все ли хорошо видно. Сейчас, еще раз. Нет, это не тот экран. Вот он, тот экран, который я хотел включить. Да. Скажите, пожалуйста, видите ли вы, ну, таблицу какую-то? Напишите плюсы. Отлично. Видна таблица. О, я знакомые лица вижу, имена точнее вижу. Василий, Илья, Руслан, Хафизов. Многих знаю, всех не смогу перечислить, тут чат уходит. Александр, Андрей, всех приветствую еще раз. Начнем вот с какой таблицы. Давайте посмотрим вообще кризисы, все, которые были до сих пор, что, что они приносили рынкам, какие просадки были на рынках после того, как случался тот или иной кризис. Я сделал фуллскрин на весь экран. Еще раз подтвердите, пожалуйста, Илья, Роман, голосом лучше скажи, я потому что не вижу... Да, все в порядке. Да, отлично. Значит, график у нас на весь экран. Прекрасно. Итак, смотрите, для некоторых это будет повтором, потому что эту тему я люблю повторять уже много раз. Это сейчас самая, наверное, актуальная тема. Все в ожидании. И политических проблем накопилось в мире, и геополитических, международных, так сказать, накопилось в мире. Экономика уже страдает. Единственная хорошая новость, ну, еще ряд локальных новостей хороших тоже я приведу, это то, что ФРС снижает ставки, центральные банки снижают ставки, помогают, так скажем, экономике выдержать это небольшое падение. Пока небольшое. Но, давайте представим, кризис начался, если вдруг он начнется через месяц, два, год даже. Что будет происходить с рынками? Вот вам картинка всех кризисов, происходящих до сих пор, за последние почти сто лет, со времен Великой депрессии. Великая депрессия у нас была в 1928 году, но нельзя сказать, что это было давно и неправда. С одной стороны, да, экономика изменилась, несколько раз переобулась экономика. Она стала сначала какой-то, допустим, промышленной более, потом стали доминировать интернет-компании, дот-комы так называемые, потом какие-то соцсети, все технологические изменения постоянно происходили. Но неважно, если наступит кризис, он не обязательно будет таким, как в 1928, как в 90-х, в конце или в 2008, но кризис есть кризис. Итак, смотрите, кризисы длятся недолго, относительно недолго. Тут у нас средняя цифра 1,4 года, то есть год и 4 месяца или год и 5 месяцев, потому что 12, год и 3 месяцев, с копейками, год с копейками, пускай даже полтора. То есть, с момента, когда с пика бумаги начнут падать, пройдет всего полтора года, как этот медвежий рынок закончится. Вроде бы и немало, целых полтора года ждать в просадке, но я сейчас вам предложу схему, по которой нам не придется ждать полтора года, но посмотрите, как долго растут потом акции. 9 лет и 3 года, это причем на 18-е с копейками, сейчас уже 10,5 лет растут бумаги, эта таблица, да, ну, не совсем свежая. 5 лет было с 2001-200 по 2008, 5 с копейками, 12,8, 12,9, 15 лет было в 50-е годы, рост был очень долгим после Второй мировой войны. Так что, что такое полтора года на фоне вот таких долгих движений вверх? Более того, ведь важно не то, сколько длится движение, важно то, как сильно оно нам даст заработать. Посмотрите, 476% в среднем рынок приносит. Последний раз он принес 350. Ну, вот на данный момент индекс S&P 3000 где-то, да, уровень. И это значит, что 666, помните, 6 марта 2009 года, какие цифры символичные, 666 коснулись дна. И вот с этого уровня мы сделали 350%. Очень много, хотя в среднем получается 476. Почти в пять раз можно увеличить свое состояние, если грамотно, вовремя войти в рынок. Вы, конечно, скажете, как это угадать, что значит вовремя, мы не ясновидящие, никто не ясновидящий, нет ни одного человека, который бы точно знал, что рынки сейчас пойдут туда, потом они вырастут, там, не знаю, волны ли это, циклы ли это, импульсы, как угодно называйте, я в это не верю. И мой 20-летний опыт показывает, что все люди, которые точно что-то знают, они или ошибаются, или лгут. Это рынок, это большой, в нем есть большой фактор хаоса. Но как быть, вы скажете, если это рынок, в нем превалирует фактор хаоса, как же мы тогда будем инвестировать, как Роман сказал, есть инвестиционные счета, где можно держать акции, формировать портфели. Особенно это актуально для тех, кому надоели спекуляции, кто слишком много времени на них тратил и не получил должной отдачи. Вот особенно для этих людей актуально. Теперь давайте посмотрим, что нам намекает на то, что кризисы могут начаться или они уже где-то вот в пути. Что я могу сказать? Давайте я переключу именно на тот график, на тот график, который четко отражает тенденции. Ну, во-первых, есть такой индекс, индекс опережающих индикаторов. Индикаторов. Тоже таблица не совсем свежая, но вот там, наконец, нет, когда это было, я выступал, этот график показывал, полгода назад, может быть, зимой. Но я сейчас точно знаю, где этот график находится, он вот здесь находится, он почти пересекает нулевую линию. Что это такое? Это индекс опережающих индикаторов. То есть, есть такая сборная солянка индикаторов, это PMI, ну, те, кто на рынке знают, поймут, о чем я говорю, PMI, какие-то consumer confidence, да, индексы, показывающие настроение потребителей, настроение менеджеров по закупкам, ну, масса разных индикаторов, которые отражают ту или иную категорию участников и что они думают, что они думают. Так, у меня здесь что-то включилось, чат, сейчас, секунду, ISM, да, пишет Юрис, да, все верно, ISM, PMI и так далее. Так вот, секунду, если я тут чат открою, вы видите чат или видите, то есть, чат не закрывает экран, напишите мне, пожалуйста, я хочу все-таки видеть чат, общаться с участниками, не закрывает ли мой чат ваш экран, то есть, график, напишите... все в порядке. отлично, тогда пускай, да, чат будет здесь в углу, чтобы я видел, что вы пишете. Так вот, этот график отражает, как это назвать, комплекс, композитный индекс, он отражает настроение в каждом кластере экономики, что думают менеджеры, что думают потребители, как себя ведет то, как себя ведет это, и через определенную формулу отражает будущее настроение, ну, то есть, если менеджеры не заказывают сырье на склады, чтобы производить продукцию, значит, они не уверены, что продадут. Если потребители не делают покупки, особенно дорогостоящие покупки, значит, они не уверены в будущем, в работе, в доходах своих и так далее. Так вот, этот индекс каждый раз, когда он приближается, пересекает вот эту вот нулевую отметку, через какое-то время начинается рецессия. Вот сейчас индекс очень близко к нулю. Это было в 2018, он был наверху, развернулся, торговые войны, непонятная политика Трампа экономическая, еще что-то, то есть, сначала она была вроде понятной, налоговое стимулирование и так далее. Вот видите, 2016-2017 компаниям подарили, разрешили репатриацию капиталов сделать, простили, не простили, снизили налоговую нагрузку, все это хорошо, конечно, но в моменте. Это такой своего рода доза, да, ну, может даже полезная вещь, но в моменте. Все это прошло, кстати, еще один фактор, драйверов, или драйверов, на экономике больше особо нет, что еще может сделать, ну, допустим, государство или какие-то другие факторы, что еще должно произойти, кроме какой-нибудь технологической революции новой, чтобы экономика увеличила производительность труда и начала еще сильнее расти, ничего такого на горизонте не видно, потому что экономика может расти в двух направлениях, если увеличивается рынок труда, этот рынок труда производит какой-то ВВП, но рынок труда уже на минимуме, больше, как называют экономисты, full employment такое состояние, полной занятости и больше рабочих рук особо-то и нет, значит, сейчас нужен рывок, производительность труда должна резко увеличиться, но она так быстро не увеличится, это очень долгосрочный фактор, ну, то есть, в моменте драйверов не так много, почти их нет, и если все-таки мы пересекаем сейчас эту нулевую линию, посмотрите, мы ее два раза пересекали, и через полгода, год, начиналась рецессия, видите, два раза, вообще график у меня на два раза, но он еще длиннее, хотя не знаю, считали ли этот индекс до 90-х, но неважно, еще один хочу показать, так, если я чат закрою, он снова откроется, интересно, еще один хочу показать вам индикатор, так, который тоже не очень, вот АСМ в чате подсказали мне только что, посмотрите на АСМ, производственный, наверное, те, кто на рынке, слыхали, буквально неделю назад Bloomberg, все новостные порталы экономические рапортовали о том, что индекс производственный в США очень упал там впервые за три года, на минимум, за последние три года, вот этот график, посмотрите, выше 50 АСМ показывает рост, прибавку, ну, в данном случае в сфере manufacturing, то есть производства на 10-летних лоу даже здесь, видите, на 10-летних, не на 3-летних, а там еще дальше график был таким, еще один фактор, показывающий, что не так все хорошо, дальше, хотя Трамп вроде возвращает производство обратно в США, но вот производственный АСМ показывает не очень хорошие результаты, сейчас я вам покажу вот еще что, зарплаты, посмотрите, рост зарплат снова упал ниже 3%, вот он долгое время, ну, какой-то год, наверное, был выше, был рост зарплат, индексы, наверное, росли, в том числе, поэтому инфляция какая-то намечалась, ведь рост зарплат, это инфляция будущая, но вот он снова падает. Так, последний график у меня самый интересный, я вам покажу, дождитесь до конца, я вам покажу связь между выборами президентов и рецессиями, очень интересный график, который я совсем недавно наткнулся на него, ну и вот еще один график, это как долго длятся, он тоже не свежий, вот наш зеленая линия, это наш текущий график, вот он уже, ну, не очень далеко, вот здесь где-то, да, 350%, видите, вот это там 300 с чем-то, вот здесь 350%, по величине он не догнал доткомы, все-таки в доткомах пузырь был сильнее, сейчас пузырь не такой, потому что вы знаете, соотношение price earnings в компаниях американских не заоблачное, да, что это такое, давайте я вам покажу, что такое price earnings, потому что некоторые участники могут быть совсем далеки от рынков, от анализа рынков, и я хочу вам показать, что такое price earnings, как вообще оценивать, вот здесь, оценивать бумаги, посмотрите, представим, что у нас есть два объекта недвижимости, сейчас вот не ругайте меня за простоту примера, я не знаю, кто у нас в чате, у нас всегда разные люди, мы должны уважать всех, и опытных, и неопытных, и давать настолько полезную информацию, что пригодилось всем, смотрите, у нас два объекта недвижимости, тут маленькая опечатка, второй стоит 100 тысяч, вот если вы видите, первый стоит миллион, второй 100 тысяч, этот приносит 50 тысяч в год чистыми, второй приносит 10, то есть стоит 100 приносит 10, стоит миллион приносит 50, я даже не буду вас спрашивать, какой объект недвижимости вы бы приобрели, потому что очевидно, что лучше отдать 100 и зарабатывать 10, то есть окупить за 10 лет, чем отдать миллион и зарабатывать больше в 5 раз, ну а купить за 20 лет, да, миллион, и делим на 50, это 20 лет получается окупаемость, вот то же самое в акциях, это и есть Price Earnings Ratio, PE Ratio, то есть цена объекта акции на прибыль, которую она приносит чистыми, но не как дивиденды, нам же не все отдают в виде дивидендов, а как просто прибыль бизнеса, так вот, чем меньше эта цифра, тем быстрее окупается бизнес, тем он выгоднее, тем стоимость акции дешевая или прибыль высокая, неважно, да, тут у нас два показателя, две переменные, так вот, в акциях, как я сказал, то же самое, правда, это не единственный индикатор, у нас, видите, сколько разных показателей в акциях, очень много, дивидендная доходность, соотношение долга, то есть поймите, акция это не просто график, как многие думают, те, кто особенно любит технический анализ или какие-то любые другие методы, просто по графику принимать решение, но это слишком просто, это слишком примитивно, если вы будете так делать, у вас не будет полноты информации, как говорит Баффетт, давайте послушаем Баффета, ну, не в прямом эфире, он сейчас будет, конечно же, Ворон Баффетт, самый известный инвестор, он за долгие годы, наверное, 50 лет он уже на рынке, как минимум, и ошибок у него не так много, зато в среднем 17% годовых он делает на свой капитал, и реинвестированием, это получается очень много, если бы кто-то дал ему тысячи долларов в 1969 году в его фонд, сейчас бы он был бы миллионером, из тысячи долларов уже был бы миллион или несколько миллионов, так вот, и это всего лишь 17 годовых, то есть тысячи были бы, через год превратились бы в 1170, и потом сложными процентами просто увеличите, и вы получите очень большую цифру, Так вот, Баффетт говорит, послушайте, почему я сейчас к Баффету, да, Баффетт говорит, я хороший инвестор, потому что я хороший бизнесмен, я хороший бизнесмен, потому что я хороший инвестор. Акция – это не просто график, график – это лишь часть, визуализация картины, по графику мы видим место, где находится сейчас стоимость этой бумаги, мысли инвесторов, точнее их просто оцифровать, этих мыслей. Вот за акции там, я не знаю, Microsoft сейчас отдают 137 долларов за штуку. Все. И вот вчера давали 139, позавчера 140. То есть три дня уже падаем. Ну, максимум мы можем понять тренд. Это, конечно, хорошо. Видеть тренды, понимать, куда толпа идет. Но понимать, насколько бизнес хорош, у нас очень много показателей, которые отражают именно эти цифры. Это целый финансовый анализ. Это нам помогает. Да, я вижу вопрос, Юрий, я отвечу, какие дивиденды вы смотрите. Я немножко не понял, что значит, какие дивиденды. Может быть, где я их смотрю и как я их смотрю. Ну, ладно, еще вернемся к дивидендам. Так вот, огромный ряд цифр. И здесь только основные. Я сейчас вам покажу да, как хотел написать. Все правильно. Я сейчас вам покажу платформу, ну, она бесплатная, Finviz называется, где вы увидите огромное количество всяких мультипликаторов, которые вам будут говорить, насколько бумага хорошая. почему мы сейчас об этом говорим? Потому что я сейчас вам расскажу то, что я сам буду делать вскоре, ну, так как я ожидаю все-таки какую-то коррекцию, большую, глубокую или небольшую, неважно, что я сам буду делать. Давайте закончим с мировой экономикой. Смотрите, мы говорили, что ВВП ряд стран снижается, я не стал показывать графики, ну, это вы везде найдете. Торговые войны, все о них знают, США, Китай, США, Европа, даже Япония с Южной Кореей уже перессорились на эту тему, там скандалы были. Япония, США вроде как-то договариваются. Канада, Мексика, США вроде договорились полгода назад, год назад, но это все долгосрочный процесс. Трамп скорее будет упрямо гнуть свою линию, на время президентских выборов может немножечко притормозить, но мы уже видим, что торговые войны не очень хорошо сказываются, вот эти вот блокировки компаний, ну, то есть, занесение их в черный список от Huawei до HTC и так далее, ну, я не уверен, кого занесли, кого нет. Все это очень негативно будет сказываться, это неопределенность, это игра там на принцип, кто больше кого заденет, кого обидит, кто больше пошлин поставит на... Дальше, валютные войны, китайцы начали снижать юань, да, наверное, вы скажете, а при чем тут это? А вот при чем? Теперь провод, кабель HDMI, допустим, проданный на Алиэкспрессе или где-нибудь на Амазоне, китайский, конечно, китайского производства, где-нибудь в Америке, американец купил HDMI кабель за 10 долларов, раньше китаец получал, поменяв эти доллары на юань, 60 юаней, а сейчас он получает 70 юаней, потому что курс уже 7 к 1 юань дешевле, то есть больше денег получает, вот и хорошо, он компенсирует любые пошлины, которые на этот кабель американцы назначили, допустим, там 15% была пошлина, он их компенсирует, вот это называется валютные войны. И, конечно же, цикл длится 10 лет, это очень много, уже более 10 лет, так что ждем, 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 но хорошая новость в том, что ФРС пошел на снижение ставки, это очень грамотный подход, грамотная политика по снижению налоговой нагрузки, налоговой, что я говорю, хотя налоговую тоже, может, скоро снизят, Трамп уже снизил один раз, может, еще раз снизят, процентной кредитной нагрузки, и, возможно, это хоть как-то смягчит, но если процесс лавинообразный и очень мощный, то ставки могут не помочь, потому что, ну, снизят еще 2-3 раза, ну, будет процент, или там полпроцента, и все, а дальше снижать некуда. Обнадеживающие факторы тоже есть, ну, как я сказал, ФРС пошел на понижение ставки, P-коэффициент, это вот соотношение в Америке стоимости компаний к их прибылям не очень высокий, не заоблачный, ну, такой, не низкий, конечно, а торговые войны могут завершиться, я тут как бы и пытаюсь и оптимистом быть, и пессимистом, наверное, да, наверное, все-таки рано или поздно Трамп или перед выборами, или позже угомониться. Валютные войны были, в общем-то, для мира это не новое, да и они время от времени происходят, то есть вот сейчас Китай пошел на удешевление юаней, и все вроде, вроде все. Но у нас целый ряд стран, у нас есть БРИКС, у нас есть другие страны, все могут воспользоваться этим инструментом, такой он, где-то рыночный, где-то нерыночный, где-то Центробанк это будет делать напрямую, уменьшая там коридор, где-то это будет просто на рынке, как Банк Японии будет выходить на рынок, знаете, наверное, как это называется, да, интервенция, будет выходить на рынок и делать интервенции. Ну и есть надежда, что Центральные банки, вероятно, уже научились более грамотно регулировать циклы, не как там в восьмом, изменений нет. Так, мы не будем говорить о дивидендах, потому что это хорошая прибавка к пенсии, точнее, я не планировал, но вот спросили нас в чате, в чате, где я смотрю дивиденды, я вам покажу, где смотреть дивиденды, прям даже дивидендную доходность, лишь скажу, что если вы хотите также, и я покажу сейчас в финвизе, как выбирать бумаги с хорошими дивидендами, если вы хотите хорошие дивиденды, то знайте, что у дивидендов целых четыре даты, дата, когда вам посадят деньги на счет, дата, когда учтут дивиденды, ну, то есть зачислят, и дата, когда у вас должны быть бумаги уже на счету, и дата, когда объявят, но мы об этом будем говорить более подробно на курсе, не сейчас, то есть на вебинаре курсе, это будет дистанционный, ну, вот какие-то компании, у которых хорошие дивиденды, три годовых, даже есть четыре, я вот недавно одну бумагу присмотрел, там вообще шесть с половиной, семь дивидендная доходность, итак, что мы имеем, что мы имеем на данный момент, ну, я пропущу некоторые вещи, циклы, утверждения, баф, это времени у нас не очень много, и давайте я перейду сразу к тем полезным графикам, которые хочу вам сейчас показать, а дальше буду с вами говорить о той платформе, в которой, ну, я собираюсь на курсе вас учить отличать хорошую акцию от плохой, хорошую компанию от плохой, видеть переоцененность, видеть проблемы, видеть долги, и смотреть на все это не как трейдер, который увидел график и сказал, сейчас пойдет вверх или сейчас пойдет вниз, да, многие так делают, это называется угадайка, а как трейдер, который будет как раз разбираться в кухне этой программы, внутри показателей, и понимать, что если даже график растет, то похоже, что бумага уже слишком, слишком сильно выросла, вот ее показатели ухудшаются или уже настолько высоки, что дальше смысла нет, например, да. Так, я тут не буду сейчас сразу переключаться на тот график, а пролистаю, пролистаю, у вас на экране будет сейчас мелькать много разного непонятного. Две хорошие новости давайте я вам дам. Хорошие новости заключаются в том, что октябрь, вот сейчас у нас октябрь начался, да, недавно, октябрь на самом деле является, ну, не самым худшим месяцем, он обычно растущий, посмотрите, с 50-го года он показывал, ну, где-то 1% минимум, ну, неплохо, если каждый месяц 1%, да, за 10 лет это было 2, там, за 20 лет чуть меньше, ну, и если это год предвыборный, то, конечно же, он не очень так, по нулям, но не самый худший месяц, в сентябре бывало хуже, а вот какие-то месяцы тут показывают снижение, то есть октябрь не самый лучший, но и неплохой месяц для покупок, так, особенно в pre-election year это год до выборов. Второй график, четвертый квартал как таковой, ой, да, тоже не самый худший, вот посмотрите, в среднем он приносит там 2%, а так максимальный был 6, или я что-то неправильно понимаю, да, максимальный 6, а что это вот 130, вот это я не понимаю, что за Courtless Performance by Presidential Cycle, а это как раз, это как раз перед президентскими выборами, так, четвертый квартал to be strong for stocks, ну да, все правильно, вот слева average return и процент насколько выше, то есть, что я хочу сказать, наверное, сильно спешить тоже не стоит вот с этими вот пессимистическими настроениями, да и посмотрите, где рынки, я не буду показывать вам график, где рынки, вы без меня знаете, рынки на пиках, мы в одном или двух процентах от самых максимумов, это немного, упасть всего на 2%, на таких ожиданиях, то есть, на рынке много денег, много оптимизма, пока держится рынок, но мы же понимаем, как быстро это может произойти, как быстро мы можем развернуться, ну, чуть ли не в любой момент мы можем развернуться, и тогда будем идти вниз. Что делать, я скажу, у нас буквально минут 10, наверное, ну, там мы на 5 минут позже начали, и уже 36, в двух словах я хочу вам показать платформу, где я буду на курсе рассказывать, ну, учить это назовем, да, не очень нравится мне это слово, обсуждать с вами то, как выбирать хорошие бумаги. Посмотрите, сколько акций торгуются в Америке. Роман говорил, что у них 8 тысяч инструментов, но это все вместе, только на американском рынке 7 тысяч 850 акций торгуются, почти 8 тысяч, на любой вкус. Вот все сектора, которые представляют эти бумаги, ну, вообще не сектора, вот они все сектора, сырье, потребительские товары, финансы, здравоохранение, ЖКХ, услуги, все что угодно. Вот индустрии, их тут вообще десятки, посмотрите, вот добыча меди, все что угодно, тут классификация. И вот 60 параметров, видите, сколько здесь параметров, каждый из них всплывающее окно, вы задаете свой параметр. Такие программы называются скриннеры. Давайте я в двух словах скажу, что я собираюсь вам, ну, какой глобальный подход собираюсь вам подсказать, вот сейчас именно на абсолютно свободном вебинаре, а потом научу его, как его реализовывать. Так. Смотрите, я открыл просто доску и начну рисовать. Вот он рынок, мы выросли. Так. Мы знаем одну вещь, точно знаем, ну, как точно, это средняя информация, что рынки в среднем делают минус 41%. Фу, не видно доску. Ага, доску не видно, значит, мне нужно включить демонстрацию экрана. Так, понял. Демонстрацию экрана я включу вот здесь. Так, открываю зум. Секунду, секунду, здесь все очень просто. Но демонстрация экрана... А, вот я переключил, да, видно, надеюсь? Да, все, теперь видно. Так, чат посмотрю. Юрий Ститовс, я, конечно, извиняюсь, тут у нас, ну, очень мало времени, чтобы я еще и про энергетику рассказал. Мне тоже интересна эта индустрия, но мы не успеем, серьезно, мы не успеем, поэтому оставим это на курс. Итак, в том графике, ну, наверное, вы видели, я специально не показывал вам, было написано, что средний кризис, помимо того, что он длится год и 4 месяца, в среднем он отнимает 41%. Отдает нам заработать 476, может даже говорили, вот 476 я точно называл цифру. Мы уже на 350 выросли, но это средняя цифра, не факт, что мы прям 476 дадим. Идея вот какая, смотрите, мы будем падать, да, возможно, вот сейчас мы здесь, минус 2% от пика. Мы не знаем, где мы остановимся, вот так упадем, потом улетим вверх, или вот так упадем, потом улетим вверх, или всего лишь на 20% упадем и улетим снова вверх. Мы не знаем, но мы знаем, что в среднем где-то мы дойдем вот сюда, пускай это будет 41. Я не буду жадничать, не буду ждать 41, а вдруг не дойдет, да? Мы даже не знаем, куда дойдет, поэтому покупать акции на дне вы сможете, и я вам это рекомендовал бы, если бы вы мне сказали, что вы успешно закончили курсы ясновидящих и умеете угадывать все, погоду, любовные отношения, что-то угодно. Вот тогда я бы сказал, отлично, ждите дна, вы будете знать дно, но никто не знает дно. Это просто средняя цифра за последние 100 лет. Давайте представим, что на 30% мы уже угомонимся и скажем, нам достаточно дисконт. Мы верим в S&P 500, в 500 крупнейших компаний США, мы верим, что эти бумаги, ну не может Coca-Cola взять и обанкротиться, McDonald's или я не знаю, какой-нибудь, ну даже Microsoft не так стабилен может быть, мало ли, технологии все-таки. Так вот, давайте скажем себе, я на 30% уже хочу собрать весь портфель, сейчас мы на 100%, ну там минус 1%, я разделю свою сумму, неважно она какая, 3000 долларов или евро, 30000, неважно, я разделю ее на 3 части, ровно на 3 части. Юрий, может вы хотели сказать, больше 20% это медвежий рынок. Надеюсь, все чат видят, да, Юрий тут написал комментарий, абсолютно верный, но по-моему, перепутал кое-что. Больше 20% падения, может быть, он хотел сказать, это уже, да, вот, это уже, да, медвежий рынок, все верно. Так вот, мы себе скажем, мы будем ловить этот рынок сначала на легкой коррекции минус 10, мы просто купим немного акций, хороших, а вдруг это маленькая коррекция, ну хоть заработаем, мы туда поставим, ну 20% своего портфеля, хоть мы на 3 части разделили, малую часть, потом начнется еще, если продолжится до 20%, мы скажем, ну вот, медвежий рынок, дальше будем падать, еще закупим немного, меньше половины, и после падения ниже, уже когда медвежий рынок будет подтвержден, на 30% мы купим, ну допустим, 80% своего капитала реализуем, но если еще ниже упадет, чисто бонус добьем, последний кризис упал до 50%. Почему мы так уверенно будем покупать? Мы не ловим дно, не надо путать это с ловлей ножом, ни в коем случае, это не ловля ножей, ловля ножей, это когда вы взяли всю сумму в бухле на 10, потом на 20 еще взяли в долг, еще в бухле, на 30 заложили квартиру, на 40 заложили почку, вот это вот называется ловить ножи. Мы сейчас говорим о целенаправленном выходе на рынок, на определенные бумаги из S&P, которые вы научились в скринере отбирать, которые вы научились в скринере грамотно по показателям выбирать, цикличные бумаги, utilities, которые растут в кризисе, медицина, health care, здравоохранение и так далее, да? Ну и, наконец, сформировали портфель. То есть, грубо говоря, ваша скидка, возможно, если вы даже докупите где-то вот здесь внизу, ваша скидка к пику будет, ну, допустим, 32%. Вы купите в среднем на минус 32. Ну, а дальше, что дальше? Знаете, что дальше? Вот вам подарок следующего цикла. Вам, вашим детям. Мало того, на 32% дешевле предыдущего купили. А дальше, как показывает история, ждем 3-4-5-кратного увеличения. Может быть, даже можно и дальше на росте докупать. Вы знаете, докупать же можно не только на падении, добавлять. Если у кого-то нет этой суммы сейчас, тоже не беда. Смотрите, допустим, у вас сейчас очень небольшая сумма. Вы для тренировки откройте в Адмирал Инвест счет и будете тренироваться, что-то там докупать, смотреть, как это работает, как дивиденды, теханализ и так далее. А пока кризис начнется, я надеюсь, он не прям завтра начнется и не через месяц. Мы же видели, октябрь вроде хороший месяц. Хотя помните 87-й год? Конечно, не помните, потому что и я его не помню, хотя 20 лет на рынке. 19 октября 87-го года. Что случилось? Доу Джонс рухнул на 25% за день, за два, по-моему, за день. И это был октябрь. Так вот, октябрь вроде хороший, четвертый квартал тоже, но четвертый квартал перед выборами вроде не очень такой, по нулям. Будем считать, что останемся на месте или немножко упадем. Так что для любого розничного инвестора есть возможность с каждой зарплаты, с каждого дохода откидывать немного денег для детей, для пенсии, для себя. Потихонечку, потихонечку. 100 евро это будет у кого-то, 200, у кого-то 50. Неважно. Так делают все американцы. Ну, не именно так. У любого американца есть акции. Ну, там, по-моему, цифра была 76%, что ли. Не помню, могу ошибаться, очень большого количества. Так делает нормальный западный мир. Мы, я лично родился в Советском Союзе, мы не имеем такой культуры инвестирования, мы не имеем такой финансовой грамотности. И самое время компенсировать, самое время научиться, самое время сделать это. Тем более, сейчас вам Роман расскажет, это не стоит каких-то денег вообще, наверное. Да, не знаю, Роман вам сейчас сюрприз сделает. То есть, есть брокер Admiral Markets, который, собственно, ради своих клиентов, ради того, чтобы на рынке быть вот вменяемым, грамотным, глобальным игроком, делает мероприятие. Он сказал, образование это одно из перспективных направлений, что будет делать брокер. И вот оплачивая, привлекая таких специалистов разных. Элдер, например, человек-легенда. Ну, я тоже трейдер с каким-то 20-летним опытом, который, ну, большей частью я живу за счет рынка. Правда, я торгую другими инструментами, но это не важно. Акции – это база тех инструментов, которыми я торгую. Так вот, самое время хотя бы научиться всему этому. И я готов на вебинаре, который вы точно так же можете слушать дистанционно, вам об этом рассказывать. И об этом вам скажет Роман. А я маленький бонус вам покажу. Переключусь на другой монитор. Ха-ха, сейчас бы найти, где это сделать. Я закрою этот монитор. И демонстрационное окно закрыто. Демонстрация экрана снова открываем. Роман мне будет подсказывать. Да. Видно, да? Пока нет. Вроде у меня показывает, что я включил демонстрацию экрана. Попробуй еще раз выбери окно. Так, сейчас. Zoom. Демонстрация экрана. Вот. Да, все, теперь в порядке. Так, и мы переходим в... Да, вот мой бонус последний. Оказывается, знаете, может, сейчас тут нечетко немножко. Рецессии очень точно угадывали, будет избран президент или нет. Смотрите, с 12... Ой, с 12 года, надеюсь, с 912... Да, с 912 года у нас есть статистика чего? Если за 2 года до президентских выборов случится рецессия, то президент не будет переизбран, если он на первом сроке. Правда, тут за 2 года, да, у нас 20-й год, а рецессия пока... Кстати, знаете, что такое рецессия? Я вот на курсе вам скажу, что такое точно в цифрах, ну не в цифрах, в показателях рецессия. А у нас уже времени на это нет, потому что, ну что уже, рецессия началась, нет, никто не знает. А как это считать, как определять? Может, кто-то знает, я вам расскажу. Конкретно есть целое бюро NBER, National Bureau of Economic Research, называется в Америке. Оно точно имеет формулу, да, назовем определение критерий рецессии. Так вот, если рецессия... Сейчас, секунду. Да, всего 2 раза случалась рецессия, но президент был переизбран. Во всех остальных случаях, смотрите, рецессия, он не переизбран. Нет рецессии, переизбран. Так, давайте сейчас опустим еще ниже. Рецессия не переизбран. Рецессия не переизбран. Картер, например, Джим Картер. Рональд Рейган, 1984 год. Не было рецессии, переизбрали. Буш, старший. Рецессия не переизбрали. Дальше Клинтон без рецессии пришел, был переизбран на второй срок. Буш без рецессии пришел, был переизбран на второй срок. И Барак Обама... Подождите, а почему Буш пришел без... А, за 2 года имеется в виду. То есть, именно переизбрание с первого на второй. Если второй срок и рецессия, он же уже не может быть переизбран, да? Сейчас же у нас Трамп в ситуации, когда он первый срок прошел. Почти прошел, если импичмента не будет. Так вот. Вот такая статистика. Смотрите, оказывается, рецессии очень серьезно влияют, ну, это логично, наверное, на переизбрание президентов. Это был просто такой интересный факт. Я посмотрю, ничего ли я не пропустил. Наверное, нет. Сейчас Роман вам расскажет по поводу курса. Нет, это данные о старом курсе. Я просто оставлю презентацию. И если у вас нет вопросов, да, никаких, я дам слово Роману, передам обратно. Сейчас посмотрю. Zoom включаю. Хорошая, кстати, система. Очень понравилась. Только как снова мне переключиться? Так, Zoom. Да, спасибо, Фуат. Ты можешь остановить демонстрацию экрана. У меня меню не всплывает. Вот в чем вопрос. Давайте я закрою. Меню просто не всплывает. Чтобы остановить демонстрацию экрана, нужно бы... Ну, давай вот так. Да, все в порядке. Все, она остановилась. И чат я вижу. Да. Сейчас я расскажу про курс. Те вопросы, которые у вас, коллеги, появятся, вы можете написать в чате. А я хотел бы как раз рассказать несколько слов о том, что у нас будет впереди. Сейчас я сделаю один момент. Да, я хотел рассказать, что как раз специально для наших клиентов мы запустили серию обучающих курсов. Один из них будет ввести Фуат, который будет как раз посвящен тому, как практически выбирать акции для формирования своего портфеля. Но сейчас как раз время, оно довольно-таки для этого интересно. Ну, может быть, как сказал Фуат, это произойдет в ближайшие пару месяцев, возможно, в ближайший год. Но важно быть к этому готовым. Данные обучающие курсы будут доступны для наших клиентов, у которых есть реальные счета и которые торгуют по своим счетам. То есть здесь это дает возможность как раз сформировать группу именно людей, которые заинтересованы в дальнейшем изучении и усвоении материала. Поэтому следующий курс, который будет как раз посвящен инвестированию в акции, начнется 23 октября. Он будет идти 4 дня. Да, он будет идти 4 дня. Здесь не все даты влезли. Это среда, четверг, пятница. И как раз будут выходные на то, чтобы собрать те вопросы, которые появились, и понедельник. То есть 23 по 28 октября. Для того, чтобы записаться на данный курс, идти он будет также в онлайн формате. Поэтому из любой точки мира можно присоединиться. У нас большое количество участников со всей, наверное, планеты. Фуа отвечает из Испании, я из Талина. Большое количество людей из других уголков. Поэтому все могут присоединиться и получить актуальную информацию. Проходить курс будет в удобное время. С 9, прошу прощения, с 19 по 21. То есть 2 часа времени, как раз вечером, когда будет возможность всем присутствовать онлайн. Ну а тем, кто не сможет, всегда можно будет получить дополнительную запись. Ну или тем, кто захочет пересмотреть данный материал. Для того, чтобы принять участие в курсе, необходимо в первую очередь на него зарегистрироваться. Сейчас я приложу ссылку также в описании. Ну и она доступна в разделе «Вебинары» на нашем сайте. Значит, на него зарегистрироваться. И у вас должен быть активный счет, пополненный на сумму от 1000 евро. То есть если у вас есть 1000 евро, то вы сможете присутствовать на этом курсе. Ну и, в принципе, на всех последующих курсах, которые у нас также будут формироваться. То есть и дальше уже, открыв, например, счет «Адмирал Инвест», вы сможете сделать первые шаги отбора акций и, возможно, уже начать набирать ваш портфель, который будет работать вместе с вами на долгосрочную перспективу. Любые вопросы, которые будут возникать по данному курсу, вы можете адресовать или связаться по телефону со службой поддержки, или написать на почту support.ru собакаadmuralmarkets.com, и мы уже подскажем и сориентируем вас по всей необходимой информации. То есть первый шаг, если вы хотите присутствовать, переходите по ссылке, которую я приложил в чате. Для тех, кто смотрит нас в записи, по ссылке в описании к этому видео регистрируйтесь на курс, и также с вами свяжется ваш персональный менеджер и уже подскажет, что необходимо сделать. Будем рады вас видеть на этом курсе, и, как всегда, FUAT выдаст огромное количество полезной практической информации, и, что немаловажно, эту информацию можно будет сразу же применять на практике. Поэтому регистрируйтесь, будем вас ждать. Ну, возможно, FUAT хочет несколько слов также добавить по этому курсу, и как раз мы можем посмотреть вопросы, которые появились в чате. Ну да, я буквально тоже подытожу то, о чем я сказал. Роман тоже об этом упомянул, что действительно время прекрасное сейчас для того, чтобы их как минимум изучать. Потому что второй такой шанс в истории был где-то в 2008-2009 году. Я точно помню, на одной конференции я выступал, и вот этот подход, что при падении акций не спешите сразу покупать, имея понимание, как глубоко падают рынки. Хотя у меня тогда такой статистики не было. Я тогда по российскому рынку показывал, может быть, была статистика по российскому рынку, не помню. Это была конференция в Таллине, огромная конференция ежегодная в 2009-м, по-моему, году, или в 2008-м, это был конец 2008-го. Так вот, может быть, в 2010-м, в 2011-м, когда бумаги еще были относительно дешевые, можно было это делать, но вы помните те годы, да, европейский долговой кризис был, была масса других проблем, которые нам не давали полного понимания, что рынки все-таки начнут расти. А потом они уже наполовину выросли, и после Трампа налоговые реформы, как сюрприз, дали еще один мощный толчок. Я был удивлен, что рынки еще нашли силы вырасти так сильно. Поэтому все это время, наверное, уже было или рано страшно заходить на рынок, или поздно, потому что уже выросло, хотя это не мешает рынкам еще вырасти. То же самое сейчас. Никто не знает, может быть, рынки смогут прибавить еще какие-то 5-10-20%, но, по крайней мере, мы уже понимаем, что дно и дно. Потолок, пик где-то не за горами. Если сейчас практически не делать это, не инвестировать, а зачем сейчас инвестировать по дорогим ценам? Ну, относительно дорогим, да, мы понимаем, пускай P-рейшио не заоблачный, но и не низкий. Поэтому лучше научиться это делать, создать модельный портфель, виртуальный, изучать, понимать, где-то ошибаться. Ну, и с началом заварушки, если она в ближайшее время начнется уже целенаправленно, зная, имея четкий план выходить на рынок и разбираться в каждой детали. Вы будете разбираться, вот я в Финвизе показал все индикаторы, вы будете разбираться в каждой детали, которая касается данной акции. Вот ночью вас разбудят, скажут, слушай, у компании Microsoft profit margin там 32%, это хорошо или плохо, и вы скажете, конечно, хорошо, потому что у соседних компаний вообще там 12%. Вот настолько вы будете понимать, что, какой показатель из огромного количества мультипликаторов, это не просто показатель прибыли, это мультипликаторы, соотношение чего-то к чему-то. Мы таким образом расшифровываем бизнес-компании, а соответственно акции. Компания – это акция, акция – это компания. Так что всех ждет интересное, хорошее такое путешествие в мир финансового анализа акций за практически никакую цену, да, эти тысячи евро у вас на счету будут, никому вы их не даете, все оплатит Admiral Markets, ну и в таком свободном интересном режиме мы будем об этом с вами говорить. Да, ты сейчас не посмотрел, но они уже записаны у меня, там, октябрь, да, был, скоро все это будет, и я вижу, количество людей увеличилось для тех, кто опоздал и не знает, кто будет вести эти курсы. Я еще раз представлюсь и попрощаюсь с вами заодно, и представлюсь и попрощаюсь. Я Фуат, трейдер, управляющий активами, торгую на рынках уже очень давно. Рынок стал для меня не то что основной моей работы, это даже не работа, я не работаю нигде уже 10 лет, я вот торгую, управляю активами, у меня есть свои инвесторы, клиенты, ну и вот в свободное время люблю общаться с вами, потому что сидя здесь в Испании, в туристическом городке, общения практически не хватает, не с кем даже обсудить рынок, просто обсудить, не то чтобы вот так вот бурно общаться и рассказывать, и я с удовольствием время от времени и на конференциях выступаю, меня приглашают, много куда меня приглашают общаться, видимо, общаться у меня получается, я надеюсь, на следующем курсе мы с вами очень плодотворно, конструктивно будем общаться, дискуссировать, учиться, и, собственно, вы станете на шаг ближе уже к, так скажем, ну, профессионализм – плохое слово, на шаг более грамотными инвесторами. Как показывает мой опыт, к сожалению, к сожалению, я чаще вижу просто людей, которые любят угадайки, смотрят на график, а вот сейчас пойдет туда, а вот сейчас пойдет туда, а спрашиваешь какие-то вещи, они не знают и не слыхали. Даже удивлю вас, многие даже не знают, что такое стоп-лосс, я не о тех, кто в этом чате, конечно же, много я встречал людей, которые открыли счет торгуют и не знают, что такое стоп-лосс. Вы удивитесь, да, я тоже удивился когда-то. Все, всем спасибо, Роман, наверное, да, закроет этот вебинар, я с вами прощаюсь, жду вас, те даты, которые назвал Роман на курсе, будет интересно, до свидания. Да, спасибо большое, Фуат, спасибо большое, уважаемые участники, поэтому для тех, кто хотел бы увеличить свои знания как раз в сфере инвестирования именно в фондовый рынок, переходите по ссылке в описании, регистрируйтесь, и если у вас уже есть реальные счеты, выполнены все условия, то вы получите подтверждающее письмо, а если его нет, то с вами в любом случае свяжется ваш персональный менеджер и подскажет о том, какие шаги необходимо сделать. Поэтому всем желаю хорошего вечера, да, хорошего инвестирования и увидимся уже на следующих вебинарах и на следующем курсе. Всем спасибо за внимание и до свидания. Всего доброго. Продолжение следует...